Всем привет! Меня зовут Семён, это Грандлайн, и в этом видео мы поговорим о вентиляции подкровельного пространства. Мы разберём, откуда берётся конденсат подкровлей самых разных видов, что с ним делать, что об этом говорится в СП, то есть в строительных правилах, и почему воздухозаборники нужны не только для мощных моторов, но и для сложных кровель. Итак, давайте начнём разговор от проблемы, ключевая здесь это, конечно, конденсат. Давайте рассмотрим конденсат пока что на отвлечённых примерах. Легендарные кадры из фильма «Титаник» подходят нам как нельзя лучше. В природе самое простое проявление эффекта конденсирования влаги – это роса, которая выпадает на растительность по утрам. Для жителей мегаполисов, которые чаще видят брусчатку, чем газон, такой эффект наблюдается по утрам на поверхности, например, автомобиля. Для тех, кто сомневается, что это конденсат, мы написали слово «конденсат» на конденсате. Ну а для тех, кто предпочитает тотальную самоизоляцию, эффект конденсирования влаги можно увидеть, если достать из холодильника прохладительные напитки и оставить их в тёплом помещении на некоторое время. Если подвести итог, то как ни крути, любой охлаждённый объект в тёплой влажной среде будет конденсировать на себе влагу из воздуха при определённой влажности и температуре. Сочетание этих двух параметров – влажности и температуры – составляет значение так называемой точки росы. В рамках этого видео достаточно. Глубже в теплофизику мы не пойдём. Главный для нас вопрос – откуда берётся конденсат на кровле? Всё здесь просто. Когда меняется температура воздуха, ну например, при резком изменении погоды, что часто бывает в нашем климате, кровельный материал также охлаждается, а вот воздух в подкровельном пространстве ещё тёплый. А ведь вы уже прекрасно знаете, к чему приводит соседство тёплого воздуха с холодными объектами. Выглядит это обычно вот так. Особенно это актуально для утеплённых мансардов, где воздух подкровельного пространства дополнительно нагревается из-за теплопотери мансарды. Ведь воздух в винтозоре соприкасается с верхними слоями утеплителя. Кроме того, количество конденсата и вероятность его образования может увеличиваться, если в мансардной крыше применён материал, не предназначенный в качестве паробарьера, или материал был повреждён, или непроклеенные стыки, а также примыкания. В таком случае вся избыточная парообразная влага отправится через утеплитель и мембрану прямо в подкровельное пространство. Кстати говоря, такие проблемы легко диагностируются даже визуально. Например, по отсутствию снега на крыше, что свидетельствует о перегреве кровельного материала. Так что ещё раз подчёркиваю, что мансардные крыши нуждаются в хорошей пароизоляции, в том числе и для того, чтобы не увеличивать количество конденсата на обратной стороне кровельного материала. Хотя, конечно, удивительно, насколько взаимосвязаны между собой разные элементы крыши. Итак, у нас выпал конденсат на внутренней стороне кровли, и вы спросите, что ж тут страшного. Мириться с конденсатом явно плохая идея для долголетия утеплителей деревянных конструкций, даже при наличии хорошей подкровельной мембраны. Что делать? Ну, была бы не кровля автомобиля, я бы посоветовал включить обдув лобового стекла. Но что делать с внутренней стороной кровли? На самом деле, не ставить же туда вентиляторы вдоль всего карниза? Ну, конечно, нет. Необходимо организовать естественную подкровельную вентиляцию, то есть систему воздухообмена, которая будет максимально эффективна синхронизировать влажность и температуру воздуха в подкровельном пространстве и воздухоокружающей среды. Говоря о таких вещах, как конденсат, вентиляция подкровельного пространства, можно услышать мнение, что вот раньше даже самый простой дом никаких не имел вообще проблем с конденсатом и все это от переусложнений и новомодных материалов. Вы удивитесь, но на фото очень показательный дом. Видно, что построен не один десяток лет назад и у него правда нет и вряд ли будут проблемы с конденсатом. Смотря на этот дом, мы можем понять, чем отличаются дома, которые строили раньше, от тех, что строятся сейчас. Судите сами. Во-первых, пространства для подкровельной вентиляции предостаточно. Целый чердак. Здесь применен конструктив так называемой неутепленной крыши. Во-вторых, воздух свободно может проходить на этот чердак. Посмотрите, для воздуха здесь есть отдельная дверь. В-третьих, кроме самой двери, здесь полно возможностей для воздуха, даже если эта самая дверь закрыта. Хорошо видны щели между досками, да и свесы вряд ли зашиты наглухо. В двух словах, отличная вентиляция. Однако в наше время получили распространение дома с мансардой, то есть утепленной крышей. Тут места для вентиляции очевидно намного меньше, а также жилое пространство намного ближе к кровельному материалу, поэтому сегодняшнее видео особенно актуально именно для утепленных крыш, хотя и для холодных требования будут аналогичными. Итак, для организации эффективной вентиляции под кровельного пространства нам понадобится, во-первых, вент-канал, обычно он формируется контрбрусом. Во-вторых, вход для воздуха, обычно на карнизе и выход для воздуха, обычно на коньке. Принцип работы крайне прост, прямо под кровельным материалом организуется пространство для воздухообмена. Между входом и выходом есть разница в высоте и температуре, поэтому по вент-каналу воздух движется от карниза к коньку. Напомню, что верхний слой утеплителя немного нагревает воздух в вент-зазоре, а теплый воздух стремится выше, поэтому движение воздуха происходит именно так. Теперь давайте каждый элемент вентиляции разберем подробно. Итак, для эффективного воздухообмена нам необходимо организовать вентиляционные каналы. Можно, конечно, сделать и без вент-каналов, но в таком случае конденсат не будет выветриваться вообще. К чему это приводит, мы уже обсуждали выше. Поэтому, если это видео смотрит гражданин из Поволжья, который сделал для выставки вот такой стенд, обязательно свяжитесь с нами любым удобным способом. Мы вышли вам вот такой стенд, там вент-каналы показаны Правильно. Итак, для создания вент-каналов нам понадобится применить контррейку, и от ее высоты будет зависеть высота этого самого вент-канала. Но вот какую конкретно контррейку нам нужно использовать? 25-й брусок, 50-й или еще больше? Для ответа на этот вопрос обратимся к строительным правилам по кровлям. Тут вполне ясно сказано, что высота вент-каналов, а значит и контррейки не может быть меньше 50 мм, а в некоторых случаях может быть и больше в зависимости от угла наклона и длины ската. Да, вы все правильно услышали, дюймовый брусок для контррейки использовать не стоит, минимум 50 мм. Чтобы разобраться в каких случаях контррейка будет еще выше, идем ниже, в приложение А2. Для примера, возьмем односкатную крышу в клик пальцем ПРО длиной ската, скажем, в 10 м, вполне стандартный размер для крыши загородного дома. Обычно дом такого вида в современном стиле выглядит как-то вот так. Исходя из тех данных, что у нас есть, нас интересует вторая строка таблицы. Это значит, что при угле наклона не ниже 20 градусов, мы вполне можем использовать стандартную контррейку высотой в 50 мм. Но чем ниже будет угол наклона, тем выше нам потребуется делать вент-канал. Связано это с тем, что чем ниже угол наклона, тем меньше разница в высоте между входом и выходом, а значит, меньше разность порционального давления и тем меньше тяги в вент-канале. Именно поэтому в многоэтажных домах с большими скатами и пологими крышами вент-каналы настолько высокие, что там может спокойно перемещаться человек. Что мы имеем по итогу? Контррейка не меньше 50 мм, а для особо длинных и пологих скатов даже больше. Если у вас есть вент-канал, он необходимой высоты, то можете принимать мои поздравления. Самые верные решения в жизни вы сделали правильно, ведь переделка вент-канала без демонтажа кровельного материала и обрешетки невозможна. Но для того, чтобы в вент-канале произошла магия воздухообмена, нам необходим вход и выход. Об этом мы и будем говорить дальше. Итак, перед нами схема карнизного свеса и на ней все прекрасно. Почему я так решил? Ну смотрите сами. Воздух входит, конденсат выходит, при заполнении желоба снегом вход в вент-канал все равно остается открытым. Давайте покажу на примерах, как можно испортить вход для воздуха, а значит и поставить под вопрос эффективность всей подкровенной вентиляции. Например, можно смонтировать мембрану с подъемом на контррейку, при этом перекрывается прямой вход для воздуха и создается контур-уклон гидроизоляции, что сильно затрудняет вывод конденсатора. Если вам кажется, что это устаревшее решение, которое уже никто и не помнит, то знайте, что по запросу карниз металлочерепицы поисковики до сих пор выдают вот такие вот схемы. Также в некоторых регионах в свое время получили распространение карнизм узлы из документации по монтажу штучной черепицы, где длинные крюки устанавливаются на стропила. Не на обрешетку, а на стропила, то есть вход в вент-канал находится выше желоба. А это значит, что при переполнении желоба снегом вход для воздуха будет закрыт, чего не происходит на схеме, которую мы рассмотрели в начале этого блока. Ну и последнее, не стоит пренебрегать защитой карниза от птиц специализированными защитными сетками. Несмотря на прекрасное пение, пернатые могут доставить множество проблем вент-каналам. Если вам кажется, что эта проблема выдуманная, то на строительных форумах есть отдельные ветки по этому вопросу, поэтому защитная сетка для сохранности вент-каналов, а точнее мембраны под ними и утеплителя никогда не будет лишней. Теперь поговорим о выходе для воздуха. Начнем с того, как делать выход для воздуха через конек не нужно. Точно не нужно сводить обрешетку наглухо, так как воздух не сможет выходить. Между листами, как вы понимаете, тоже стоит оставить зазор, чего на этом фото не было сделано. Поэтому, как и во всех подобных случаях, обращаемся к схеме из инструкции. Хочется оговориться, что рекомендации, которые мы даем, относится не только к металлочерепице, но и другим кровельным материалам. Например, сводить наглухо листы ОСП при монтаже гибкой черепицы тоже не следует. Давайте снова посмотрим на предыдущий узел. Тут видна еще одна необходимая часть. Это аэроэлемент. Дело в том, что между планкой конька и металлочерепицы есть заметные щели. Это, кстати, очень замечательно для вентиляции. С одной стороны, но с другой, именно туда, в снежную погоду, может заметать неприличное количество снега. К чему это приводит, я думаю, в этой части ролика вы и сами можете догадаться. Поэтому между двумя скатами мы применяем специальную защитную ленту аэроэлемента. Она не препятствует выходу воздуха, но и не допускает снег в подкровельное пространство. Нет, конечно, мы можем решить проблему с задуванием снега совсем уж радикально, применив пену, но опять-таки это перекроет нам выход для воздуха. Конечно, если это не пена Грандлайн. Шутка? Это всё равно нельзя. Проблему с задуванием снега можно решить также с помощью уплотнителя под конёк, но и тут есть несколько проблем. Главное из которых состоит в том, что уплотнитель уменьшает необходимую площадь конькового зазора в соответствии со снипом, поскольку он сжимается коньковой планкой. И это помимо того, что не все уплотнители продуваются в принципе. Поры уплотнителя со временем забиваются пылью и пыльцой, из-за этого он теряет воздухопроницаемость, плюс его любят растаскивать птицы. Поскольку уплотнителем мы снижаем эффективность вентиляции, то стоит её усилить с помощью специальных коньковых или скатных вентилей. Поэтому при относительно меньшей стоимости, чем аэроэлемент, корректно выполненный коньковый узел с уплотнителем получается более затратным. Хотя коньковые аэраторы никогда не бывают лишними, особенно на низких углах наклона и для крыш сложной формы, но об этом мы поговорим чуть-чуть позже. В случае применения, например, гибкой черепицы, функция вывода воздуха и защиты от снега осуществляется специальным коньковым аэратором. Повторим, что вне зависимости от выбора кровельного материала, правила правильной подкровенной вентиляции меняются мало. Меняется лишь способ их реализации. Вы удивитесь, что выход воздуха может осуществляться не только через конек. Например, существует конструктив под условным названием холодный треугольник, где утепление производится не до конца стропил, а производятся в верхней точке по ригелю. Дело в том, что на этот маленький чердачок приходятся все основные теплопотери и влагоперенос из дома, а это значит, что при плохой вентиляции конденсат может выпасть на обратной стороне мембраны. Поэтому вентиляцию в этом пространстве не будет лишним усилить с помощью фронтонных люков. Итак, эта рекомендация скорее для двухскатных крыш, что меняется на вальмовый или шатровый. На крупных треугольных скатах не будет лишним установка точечного аэратора в верхней точке треугольника. Дело в том, что хребет или наклонный конек работает на выпуск потока менее эффективно, чем горизонтальный конек. Поэтому в такой ситуации имеет смысл перестраховаться. Кроме того, для эффективного перемещения воздуха между каналами стоит сделать разряженную контррейку. Если у вас применён конструктив холодного чердака или вообще холодная крыша, то на крыше вальмовой форме фронтонный люк вам будет даже некуда поставить. Ведь как странно это не прозвучит, у вальмовой крыши нет фронтонов. В таких случаях следует установить аэратор или неутеплённый вент выход с вырезом отверстия в подкровленной гидроизоляции. Кроме того, для некоторых крыш выход воздуха может осуществляться не через конек, а через примыкание к стене. Как вы понимаете, просто прибить планку примыкания к стене, значит перекрыть выход для воздуха. Понятно, что если мы имеем дело с небольшим скатом под крыльцо, то этот способ вполне подойдёт, но для примыкания к стене скатов в длине трёх метров и тем более утеплённых требуется правильно выполненное вентилируемое примыкание. Итак, основная часть нашей программы подошла к концу и мы разобрались в том, как правильно организовать вент-канал, вход, выход, но в основном мы рассматривали крыши простой формы двухскатного типа, поэтому самое время наморщить лов, ведь мы поговорим о застойных зонах вентиляции. Итак, держитесь, мы на финишной прямой. Вот двухскатная крыша, вроде бы ничего сложного. Вход для воздуха на карнизе, выход для воздуха на коньке. Для пущей надёжности конёк усилен коньковыми аэраторами. Но обратите внимание, что вент-канал под трубой имеет вход, но не имеет выхода для вентиляции, а значит всей этой области суждено стать застойной зоной. Решить эту проблему можно несколькими способами, например, установив точечный аэратор под трубой, и теперь воздух в этом вент-канале может выходить через кровельный вентиль. Кстати, если кровля будет пологой, то есть шанс, что аэраторы зимой засыпут снегом. Поэтому вместо аэратора есть смысл установить самый простой неутеплённый вент-выход. Теперь, когда вы на простом примере поняли, что такое застойная зона и как её ликвидировать, давайте разберём более занятный пример. Вот крыша сложной формы. На рисунке приведён пример полувальмовой кровли с массивным дормером. Видно, что проблемные участки – это треугольные скаты дормера и пространство вверх от яндовы и до конька. Яндовы, а конкретно часть ската над ней – это почти всегда застойная зона. Есть проблема в отсутствии входа, так как карнизный свет в данном случае не работает. Насчёт вентилируемого привыкания вот тут, наверное, не стоит усложнять, скат явно небольшой. Обратите внимание на три первых вент-канала справа. С ними, кстати, всё в порядке, есть вход, есть выход, всё, как доктор прописал. Слева от них начинается застойная зона. Первая мысль – поставить точечный аэратор на самом верху застойной зоны. Но проблема это не решит, ведь воздух любит идти самыми прямыми путями. Поэтому мы усилим тягу, но вот застойным зонам это не поможет. Нам необходимо разрядить контррейку, и вот это действие позволит перетекать воздушному потоку из зоны эффективной вентиляции в застойные зоны. Не будет лишним разрядить контррейку в Яндове, чтобы на маленький треугольный скат слева от Яндовы тоже мог проходить воздух. Если говорить о том, как это будет выглядеть не на примере одного ската, а всего дома, то для вот такой вот вальмовой крыши с дормерами мы рекомендуем следующее расположение аэраторов. Логика следующая. По одному аэратору на вершины треугольных скатов, по одному коньковому на коньки дормеров, по одному аэратору над каждой Яндовой – всего четыре. Для экономии можно заменить на два коньковых вентиля. Как вы уже поняли, сложность формы крыши напрямую коррелирует со сложностью вентиляции подкровельного пространства. Но вот и финиш, давайте подведем итоги. Конденсат – это проблема, которую надо решать эффективной вентиляцией подкровельного пространства. Качество пароизоляции влияет на вероятность возникновения и количество конденсата. Для вентиляции нам нужно три вещи – вентканал, вход, и выход для воздуха. Высота вентканала должна быть не менее 50 мм. Вход и выход для воздуха не нужно закрывать наглухо мембраной в случае с карнизом или облешеткой в случае с коньком. Кроме того, нам необходимо продумать защиту от перекрытия вентканала во время эксплуатации. Защитная сетка для карниза и аэроэлемент для конька. Застойные зоны необходимо вентилировать с помощью разряженной контррейки, а также точечных или коньковых аэраторов. Если вдруг вы осознаете, что, посмотрев это видео, вы так и не поняли, как сделать вентиляцию подкровельного пространства правильно, звоните на горячую линию. Лучше спросить заранее, чем переделывать впоследствии. Если остались вопросы или хотите озвучить свое мнение, добро пожаловать в комментарии. Хотите поддержать видео? Все по классике. Ставьте лайки, подписывайтесь, делайте репосты. Это позволит новым видео выходить чаще. Всем удачи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok